Итак, господа, я собрал вас здесь, чтобы обсудить одну проблему. Сейчас вы видите график продажи нашей продукции. Как вы видите, был всего один скачок прошлым летом, и то потому, что мы выпустили спрат со вкусом огурец. Нам нужны какие-то новые идеи. Итак, ваше предложение? Ну, может быть, выпустим фанту со вкусом грушек? Я сказал, что нам нужна идея, но я не говорил, чтобы они были нормальные. Ещё предположение? А может, нам пора перестать выпускать напитки какими-то странными вкусами? Может быть, нам уже выпустить что-то действительно вкусное, действительно то, что можно употреблять в пище, то, что как-то укладывается в голове. Мы всё-таки в России, ё-моё, живём. Уволен. Ладно, сейчас я позвоню своему одному другу, у него точно есть хорошая идея. Алло. Слушай, нужна твоя помощь, нам нужно придумать новый вкус для нашего напитка. Подожди одну секундочку. Слушай, у меня офигенная идея, добавь, вот, короче, у вас выходил справиться вкусом огурца. Захерачьте туда арбуз! Ой, слушай, спасибо тебе огромное. Всегда теперь буду только к тебе обращаться за теми. Давай, давай, удачи, деньги уже выслал. Всё, не за что обращаться, слушай. Хей, ребят. Хей, ребят. Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. И сегодня такая рубрика, которая вроде как интересная, но вроде как немножко скучная. Сегодня у нас странные товары моего города, и сегодня у нас будут не только странные, как новые товары, которые, ну, немного, которые будут, соответственно, немножко старые, но они есть теперь практически везде. Всего сегодня будет три странных товара, и видео будет коротеньким, потому что они как бы мелкие, в долгом обзоре не нуждаются. Первым у нас будут вот такие вот жвачки, это жвачки Футбол Стар Чемпионс. Ну, во-первых, тут вот они вот в такой пластинке, но это не главное, главное то, что внутри вот здесь вот можно выдавить две карточки с футбольными игроками для какой-то игры. Если кто помнит, раньше выходили эти карточки Человек-паук, Трансформеры Прайм, Черепашки-Ниндзя. Кстати, ставь лайк, если была хотя бы одна коллекция, хотя бы что-то собирал. Ну, в общем, это вот такие вот карточки, ну, их мы потом тоже посмотрим, но сначала жвачки. Прикол в том, что эти жвачки такие же кислые, как и в одном из предыдущих видео в этой же рубрике. Тут зеленый и синий, я не знаю, отличаются они или нет, но давайте вот возьмем одну зеленую сначала. Кислые, нормально, но правда они не такие кислые, как в прошлый раз я покупал, там были прям кислота кислотой. Ну и, соответственно, карточки, сейчас я их попробую аккуратно выдавить и продолжу. В общем, ребят, наконец-таки я открыл эти карточки, достал, вернее, эти карточки, и у меня попались вот эти два игрока. Понятия не имею, кто это, так как футболом вообще ни капельки не увлекаюсь. Это Джо... Джером... Джером... Джерома Боттинг... Короче, пока их имена выговоришь, сто лет пройдет. Ну, еще у меня есть вот такая карточка, это я в прошлый раз когда покупал. И где-то у меня еще есть Месси, который, к сожалению, единственный, который потерялся где-то и имели сейчас его искать. Ну, и, ребята, следующими будут товары, которые не то что странные, это новинки. Это вот следующим будет Фанта Груша. Фанта вот в такой вот бутылке, не знаю, алюминиевая будет выпускаться, нету, по крайней мере, видел я. По крайней мере, я видел маленькую такую бутылочку и большую, то есть вот на пол-литра, на литр и на полтора. Ну, хотелось бы, конечно, алюминиевую, но, не знаю, алюминиевая как-то удобно, что ли. В общем, вот такую вот она, какого-то цвета зеленого, грязно-зеленого. Ну и давайте попробуем. Пахнет, как груша, вот эта зеленокумская, знаете, кто пробовал, ну, я надеюсь, многие пробовали, или хотя бы Дася обычная. Ребята, это реально обычная груша, вот, либо зеленокумская, да, либо, ну, Дася, вот это вот, то, что выходит со вкусом груши, упускается. То же самое, только не пойму, почему цвет другой. Ой, что-то они туда определённо добавляют, это дети америкосы. Она вкусная, да, но, блин, она точно такая же по вкусу, как и зеленокумская. Вообще ничем не отличается и переплачивать, я думаю, не стоит. Ну, только если у кого-то там суперчувствительное небо язык, тогда вы можете купить, попробовать и написать в комментариях то, что я лох, который не различает вкусы. Ну и заключительным продуктом, товаром на сегодня будет спрайт, арбуз и огурец. Помните, вот, недавно, когда прошло, ещё, прошлой весной, по-моему, вышло, да, этот, спрайт-огурец, ну, а теперь это спрайт-арбуз и огурец. Вот так вот они пошли дальше, не знаю, что им в голову взошло, может быть, такая же ситуация была, как и у меня сейчас в видео. Пахнет, кстати, огурцом ещё. А по цвету она, кстати, точно такая же, как и обычный огурец. Вообще ничем не отличается от обычного огурца. Нет, ну, смотрите, арбуз и огурец. Вот она сейчас немножко выдохлась, чувствуется, знаете, не сам запах арбуза и вкус, а вот мороженое, типа, тени куса было раньше, не знаю, сейчас она продаётся, нет. Ну, оно было довольно-таки невкусным, но оно было со вкусом арбуза, и вот такой вот это вкус, то есть как будто вообще без сахара, что ли, вот такой, что ли. То это очень слабо чувствуется, вообще, вообще капельку, считай. Не знаю, то, что если будет хуже, чем у меня, например, ощущения какие-нибудь, то вы даже не почувствуете этого. Хотя, не знаю, мне понравился спрайт огурец, поэтому, если бы это был спрайт огурец, то было бы нормально, а так как это новый вкус... О, сейчас я почувствовал, после вкуса арбуза есть. Просто в магазине, где я покупал этот напиток, так сказать, буду кратко его называть, продавался простой спрайт со вкусом огурца по скидке, а этот шёл по полной цене, и поэтому немножко обидно то, что я мог то же самое взять. Но, к сожалению, я вот такой вот дебёй, который сидит перед камерой, разговаривает с камерой и купил более дорогую. Ну, в общем, ребят, на этом всё. Я постараюсь продолжать искать какие-то странные товары и попытаюсь найти не только что-то скидобное, какие-то напитки или продукты, которые можно употребить в пищу, а что-то ещё типа вот этой вот розы, которая сидит вот сзади ещё... Вот она стоит сзади в коробочке. А вам всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также в описании будет ссылочка на донат. Поддержите канал, чтобы выходили вот такие вот смешные видеоролики. Ну, или хотя бы первые полминуты этих видеороликов. В общем, на этом всё. Всем пока.